Привет всем! Мы сейчас находимся на кладбище храма Тайщи Мин в Сэндае. Храм не очень известен, но нам сейчас главное не храм. Сегодня мы поговорим про надгробные памятники. Дело в том, что мое основное исследование одним боком связано именно с надгробными памятниками. В основном речь идет о детских надгробиях, но взрослые я тоже смотрю. И часто меня спрашивают, насколько это вообще интересный источник надгробия, сколько с них можно всего узнать. На самом деле довольно много. И вот я нашла сейчас два памятника в очень хорошем состоянии. Правда, один загораживает второй, то есть со второго мы не считаем все. Но в любом случае давайте рассмотрим оба. Вот первый надгробный памятник, это что мы с него можем понять. Во-первых, вот в серединке у нас посмертное имя буддистское. И здесь я первый, это дзэмпо, я так понимаю, мюан щиньо. То есть вот из этого последнего двух иероглифов мы можем понять, что это женщина, взрослая женщина. Вот эти два иероглифа, кстати, мюан очень часто используются именно в женских буддистских именах, но и посмертных именах тоже. Потому что посмертное имя, это по сути просто монашеское имя. Так, что еще можем, мы можем точно узнать, когда она умерла. Вот дата смерти, это Ансей, четвертый год Ансей. Четвертый год Ансей, это у нас 1857 год. И когда она умерла, 5 мая, а нет, 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 2 мая она умерла, 2 мая, что еще мы о ней можем узнать? Вот здесь написан ее возраст, я была ровно 60 лет. А вот здесь написано, что она жена некого Мегура, Мегуро-щесон, наверное, звали ее мужа. Я так подозреваю, если я правильно читаю, потому что чтения у имен могут быть довольно разные. Так, вот за ней двойное надгробие, супружеское. Это было довольно распространенно, где-то как раз в 18-19 веке распространилась такая манера ставить себе надгробные памятники для особенно любящих супругов, которые хотели потом переродиться вместе. Что мы можем узнать из этого памятника? Ну, на самом деле, к сожалению, меньше, потому что я просто не вижу много здесь закрыто. Но вот это муж, он умер в 4-м году, 4-й год Тэм-Мэй, это у нас 1784 год. Жена, вот когда, я вижу, что вроде как в июле, больше ничего не вижу. Посмертное имя есть, правда, я его не могу целиком прочитать. Прижизненного имени, насколько я понимаю, нету. А вот жена, как я понимаю, что жена, опять же, щенё. Здесь, кстати, написано, вот, жена, жена предыдущего, то есть это его жена. Умерла она позже, чем муж, это Кёва, 3-й, да, 3-й год Кёва, 1803 год вроде как, в марте, какого марта? 5-го марта вроде как, по-моему. Или нет, или нет, нет, может быть, даже 25-го марта, я не совсем понимаю. Это 20 иероглифов или что? Не вижу отсюда. Ну, вот так, то есть мы уже знаем, что это супруги. Муж умер раньше, жена, по всей видимости, захотела потом быть похоронена с ним под одним камнем, то есть, наверное, его очень любила. А здесь похоронена жена некого Мега Руще Сона, 60 лет. Вот, уже, в принципе, немало, как видите. Мы рассмотрели взрослые надгробия, а сейчас мы переходим к детским. Вернее, к одному. Я раскопала одно детское надгробие. Вот, оно достаточно новое. И надо сказать, что довольно часто детские надгробия даже как-то более информативно на них больше пытаются вставить информации. Вот на этом. Во-первых, это довольно новое, сравнительно новое. Это двенадцатый год Сева. Так, вроде как, тысяча тридцать седьмой. Что мы, опять же, можем из него выяснить? Вот здесь у нас посмертное имя. Если я, опять же, не ошибаюсь, то это Чи Тэй Цэн Доджи. Из вот этого последнего Доджи мы можем узнать, что это мальчик и не взрослый. Так, вот это время смерти. Сева Джи Юни Нэн, то есть двенадцатый год Сева. Отсюда вот эти два иероглифа нам дают понять, что он был вторым сыном в семье. А здесь его прижизненное имя. Единственная проблема, я не могу разобрать точно вот этот иероглиф. То есть я знаю его фамилию Сато. Это, возможно, это Каме. Тогда он будет Каме Кичи. Но в этом я на сто процентов не уверена. Вот то, что он Кичи, то есть что его имя оканчивается на Кичи, это я знаю точно. Дальше. К сожалению, кусок отвалился. Вот здесь был еще кусок Камня. Его больше нет. Если бы он здесь был, то я подозреваю, мы бы знали дату смерти. Наверное, она располагалась вот здесь. И мы познали возраст. Сейчас остался только иероглиф Сай, то есть лет. Но здесь, наверное, был возраст. К сожалению, возраста мы не знаем. Но, тем не менее, мы знаем, что это был мальчик. Что жил он в конце тридцатых годов. Ну, вернее, в тридцатые годы. Что его звали... Его фамилия была Сато. Звали его как-то Кичи. Это мы знаем. И, как вы видите, вот это нормальное надгробие, для примера. Детское надгробие, оно меньше. Это, как правило, так и есть. Их старались делать меньше. Я подозреваю, что это делалось намеренно, потому что дети маленькие, и надгробия у них маленькие. Очень часто для детских надгробий используется барельеф, изображающий бакисаттво джизо. То есть вот здесь располагается барельеф с джизо, а здесь по бокам информация. Здесь этого нет. Все занято только информацией о ребенке. Как видите, уже немало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok